А самое интересное, что какого-то хрена Василий проснулся на крыше. Ну и я всем привет, с вами Никита Дилэй, и мы продолжаем играть нашу, если ее можно такой назвать, рпшечку. И у нас уже конец сентября, ранняя осень. Лето прошло, и для Василия оно прошло очень продуктивно. Хотя, с другой стороны, как вы уже поняли по названию видео, мы наняли себе бригаду. Чуть попозже мы с ней познакомимся. Что мы будем сегодня делать-то? Конечно же, сегодня у нас уборочка, и поэтому мы возьмем какой-нибудь контрактик и замутим уборку. Вообще, мы в 5 утра договаривались встретиться с нашей бригадой около кафе, поэтому поехали на эту встречу. У нас есть копейка, правда, мы по ней прыгаем. Заводим двигатель, включаем фары, потому что уже осень, уже все темнеет, скажем так. Рано, рассвет поздно, лето закончилось, погнали. Здравствуйте, Василий. Я ничего не покупаю, у меня нет денег. Ну что ж, друзья, познакомьтесь, наши новые рабочие, которые готовы работать за еду. Валера, Жора и Зинаида. Я не знаю, почему их зовут именно так, но их зовут именно так. Не Яшим имена давал, о чем вы? Прикольно, тут можно поднять стул? Или нельзя? Нельзя, видео. В общем-то, надо отправить этих пацанов всех в работу, хотя тут дама есть, но ладно. Поэтому давайте посмотрим, что у нас есть по контрактам. У нас есть уборка пятого поля, уборка четвертого, уборка тридцать третьего, уборка шестого, уборка седьмого. А, это удобрение, да, седьмое поле еще не созрело, по-моему, да? Да. Ну давайте замутим тогда уборку. Надо что-то более-менее равносильное брать по цене. Например, поле четыре. Блин, оно, зараза, кривое, мне не нравится. Давайте поле шесть и поле, где шестое? Шестое тоже. Давайте поле шесть и поле четыре. Два самых больших поля. Только технику надо, разумеется, брать в кредит. Поле шесть и поле четыре мы решили, да? Или поле тридцать три. Давайте поле тридцать три, так и быть. Мы его сеяли, мы его и будем убирать. В общем-то, техника вся у магазина. И, ребят, что вы стоите-то? Шесть тридцать пять утра. Шесть тридцать шесть уже даже. И даже шесть тридцать семь. В общем-то, ладно, время у нас идет быстро. Не суть важно. В общем-то, наши все друзья приехали на поле. Работать будут они по парам. Вася вместе с Зинаидой будут убирать тридцать третье поле. А Валера и Жора будут убирать шестое поле. Весь урожай с этих обоих полей. Обеих полей. Обоих. Весь урожай, в общем-то, нужно будет отвезти на центральный зерновой элеватор. С тридцать третьего поля довольно близко. С шестого тут, в принципе, по прямой восемьдесят втопил. И все нормально. Но тут, короче, позвонил Валера и сказал, что, блин, короче, тот же недавно был. Какая-то мокрая культура до сих пор. Влажная. Как-то не стоит убирать, в общем-то, ее. А то, знаете ли, комбайн сломается из-за такой фигни. А он арендный. Ладно, еще своя техника была бы на арену. Это нельзя ломать. И, друзья, в общем-то, эти все приняли решение, что надо немножко подождать. Пока это все дело не высохнет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Приехали Вот так вот Двигатель заглушить В общем то друзья На этом я Давайте включим фонарик Чтобы тут это Нормально как то более менее было У нас есть 117 тысяч И это в принципе Неплохо Можно тут заняться еще Уборкой полей других Можно еще что то поудобрять Алло, здравствуйте, Василий, вы должны на нас очень сложно послушать, послушайте нас, послушайте, мы вам, мы хотим вам предложить работу, мы знаем, что сейчас вы работаете в фирме Агромаш, и хотим, если можно выразиться так, примерно, переместить вас в другую страну, в Украину, мы очень впечатлены вашей работой. Вообще-то у меня тут своя бригада, и меня тут все устраивает. Но понимаете, вас устраивают бригады, да и хрен на них, у нас вам больше понравится, за 40 тысяч герва мы вам предлагаем офигенный участок, с гаражом, банькой, колодцей, чистой водой, наш колхоз сотрудничает практически со всеми производителями сельскохозяйственной техники, от МТЗ до Джонов Тиров и всяких разных, если заинтересует, есть большой парк техники с пробегом, наши мастера реставрируют, ремонтируют древнюю технику, так что она работает лучше новой, плюс налоговый у нас меньше, сколько вы платите за амортизацию недвижимости, у нас будет два раза меньше, зуб даю. В общем, ждем вас послезавтра в 9 утра в нашем офисе, координаты я вам скидываю вам на Viber. Короче, я подумаю, вот это свидание. Ну что, друзья, походу мы переезжаем. В очередной раз доброе утречко, в общем-то все вещи мы сложили, вот эти удобрения и семена, я думаю, можно оставить здесь, хрен с ним. Продаем наш участок, здесь было уютненько, 2000 евро мы получаем за эту продажу, теперь это не наш дом, там я не знаю, риелторы как-нибудь разберутся, надеюсь. Садимся в нашу копеечку и до свидания, агромаш, нам было здесь хорошо. В общем-то, друзья, на этом серия подходит к концу, следующее уже начнется на другой карте, как вы поняли. Я извиняюсь, что очень долго все это дело записывал, реально очень много времени на все это ушло и смонтировать, и записать, и поэтому поставьте, пожалуйста, лойсик, пишите ваши комментарии, все, что вы думаете по поводу этого прохождения, ваши идеи и так далее. С вами был Никита Дилей, всем спасибо за просмотр, всем всего доброго, пока-пока.